Наш эфир продолжается. Чего Блинкин добился, какие вопросы остались открытыми и как аналитики оценивают политический визит, прямо сейчас расскажут наши коллеги. Все это Блинкин обсудил с министром иностранных дел Анкары, мы в лютом чего шаглу. Спорным моментом осталось вступление Финляндии и Швеции в НАТО, ведь Турция и Венгрия до сих пор против. Турция заявила, что не поддержит заявку Швеции в НАТО после антитурецких протестов в Стокгольме в поддержку курдов. Анкара считает их террористическими организациями. В зависимости от того, насколько быстро и насколько хорошо Швеция сможет добиться успехов, и если мы сможем убедить наш парламент и наш народ, тогда шаги будут предприняты. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не является двусторонним вопросом. Мы уверены, что НАТО официально примет их в ближайшее время. И когда это произойдет, это укрепит безопасность каждого члена НАТО, включая Соединенные Штаты, включая Турцию. В рамках турне госсекретарь США был и в Греции. Штаты рассматривают Афины как ключ к стабильности во всем регионе. Блинкен поблагодарил страну за поддержку Киева, ведь Греция приняла несколько десятков тысяч украинских беженцев. Одну из первых направила гуманитарную помощь и продолжает укреплять восточный фланг НАТО для того, чтобы кремлевские захватнические планы провалились. Греция, как и Турция, приближается к национальным выборам. Госсекретарь просил смягчить риторику, чтобы не нарушить единство в Трансанклантическом Союзе. За последний год Греция продемонстрировала свою приверженность принципам, лежащим в основе наших отношений. В том числе, когда Россия стремится разрушить суверенитет Украины, ее независимость и демократию посредством своей жестокой агрессивной войны. Так вот, этой войны никто не хотел. Эта война никому не нравится. Все хотят, чтобы она поскорее закончилась. Но пока этого нет. Пока продолжается российская агрессия. Жизненно важно, чтобы мы вместе отстаивали основные принципы. Поддержка Украины, позвольте мне сказать, что для внешней политики Греции это простой выбор. Потому что наша внешняя политика предпочитает поддерживать нормы международного права. А здесь по поводу вторжения России в Украину есть черное и белое. Есть нападающий и защитник. Есть обидчик и жертва. Турне государственного секретаря, которое было запланировано еще до катастрофического землетрясения в Турции, первое в эти страны за два года его пребывания на посту. Оценивая результаты встреч, аналитики подчеркивают, Энтони Блинкин ясно дал понять, страны имеют большое значение для США и блока НАТО, несмотря на имеющееся разногласия. И шаги навстречу выгодны всем сторонам. Дух добрососедства, проявленный Анкарой и Афинами за последние две недели, отражает отчасти союзнический дух, который, как надеется Вашингтон, станет нормой в регионе. Визита Блинкина недостаточно для перезагрузки американо-турецких или греко-турецких отношений. Но он отражает момент возможности, вызванный ужасной человеческой трагедией, унесшей более 46 тысяч жизней. Для Вашингтона это дает возможность вновь вовлечь Турцию в позитивную повестку дня. Расширение торговли, расширение сотрудничества в области безопасности. Рич Аудзен, научный сотрудник Атлантического совета в Турции. Некоторые вопросы после встреч так и остались открытыми. Например, премьер-министр Греции заявил Блинкину о неготовности отправить ЗРК С-300 российского производства в Украину. Министр иностранных дел Турции Милючеву Шаглу опроверг причастность к экспорту в Россию товаров, которые Кремль может использовать в военных целях в Украине, пишет Рейтер. При этом объемы торговли Анкары и Москвы очевидно растут. Турция официально попросила США сообщать об известных им нарушениях в этом вопросе. Ведь Анкара, говорящего Шаглу, не допустит нарушения антироссийских санкций. В любом случае США предупредили страну о серьезных последствиях в случае помощи Москве с обходом ограничений.